Во время первого заседания Народного Совета многие хабаровщане вернулись опять к теме питомника Лукашева, который мы обсуждали с вами, по-моему, раза четыре. И напоминаю, что какое-то время назад он из статуса памятника природы перешел в статус природного парка. И нам, в принципе, Министерство природных ресурсов совершенно четко объяснило, почему это делается. Но, тем не менее, в ответ на возмущение части членов Народного Совета в Рио губернатора поручил Министерство природных ресурсов снова изучить ситуацию с питомником Лукашевой. Сегодня на гостях Андрей Стрельников, первый заместитель Министра природных ресурсов Хабаровского края. Я, во-первых, ничего не напутал со статусами. Все правильно. Вы изучили ситуацию. Ну, она нам хорошо известна. И, собственно, мы продолжаем изучать мнение, скорее, горожан. Потому что этот парк, питомник Лукашева, уже в статусе природного парка, он, естественно, создается не для министерства, он создается для людей, для жителей Хабаровска. И поэтому мнение горожан для нас, безусловно, важно. Мы его продолжаем изучать. Вот, чтобы еще раз людям напомнить, да, честно говоря, мы и сами до сих пор путаемся вот в определениях. Был памятник природы, стал природный парк. А, собственно, зачем? Что теперь можно делать в питомнике Лукашева, когда он стал природным парком? И чего в нем делать нельзя? Вот, давайте я поясню. Вот, и то, и другое, это все относится к особо охраняемым природным территориям. Но, поскольку разные категории, есть некоторые отличия между ними. Вот, памятник природы, он предназначен для сохранения какого-то одного конкретного объекта. Это может быть даже отдельно стоящее дерево. И такие случаи есть. Вот объект, он охраняется. Все просто и понятно. Природный парк – это более высокая категория, более высокого ранга. То есть из региональных ООПТ это самая возможная категория, с самым высоким охранным статусом. Выше идут заповедники и национальные парки, но это уже федеральные. А вот из региональных – это природный парк, то есть самой высокой юридической охранной территории. Она предполагает несколько другие цели. Безусловно, и сохранение, но в том числе и ведение эколого-просветительской рекреационной деятельности. А для этого статус природного парка предполагает зонирование, что вот этот кусочек, он оставит природу в том виде, в каком она есть. А вот на этом кусочке можно осуществлять рекреацию. То есть какую-то деятельность, связанную с отдыхом людей на природе. Ну вот я просто, чтобы совсем упрощенно, да, вот я довольно часто бываю в питомнике Лукашева. То есть условно говоря, привезти дороги, которые там есть в порядок, ну сделать их какими-то пешеходными, проходимыми можно, а вот рубить деревья, которые рядом с этими дорогами, нельзя. Я правильно понимаю? Или я несколько упрощенно описываю? Ну, рубить деревья там незачем. Там уже все вырублено. Наверное, этого целиком избежать нельзя, потому что где-то больные деревья, они же устаревают, их, естественно, придется убирать, заменять кем-то другим. Где-то, вот после того, как будет решен вопрос той инфраструктуры, которая там будет создаваться, это будет незначительный по площади участки, но где-то, возможно, придется и часть деревьев убрать. Но это не будет носить какие-то, естественно, промышленные масштабы, и вообще сколько существенных масштабов, им не будет. Как я понимаю, вот этот статус позволит осуществлять там какую-то хозяйственную деятельность, чтобы найти деньги на то, чтобы сохранить то, что осталось, привести в порядок, да? Да, именно так, потому что юридически памятник природы, он не предполагает ведение там рекреационной деятельности. Вот кусочек природы, вот его охраняют, а природный парк, он как раз предполагает, и под бетом у нас появляются основания правовые, ну, разрабатывать какие-то проекты, привлекать финансирование под реализацию этих проектов. Ну, тогда вспомним про еще один памятник природы в Хабаровске, на мой взгляд, в еще более ужасном состоянии, это Дендрарий. Нина не даст соврать, вот каждый день, да, Нина? Да, я достаточно часто гуляю в этом парке. Вот, к примеру, недавно привела туда человека, который ни разу там не был, у него сразу же возник вопрос, почему в центре города находится, ну, практически лесопарковая зона, но она в таком удручающем состоянии. Во-первых, да, очень много мусора, кое-где складывается ощущение, что там жгут костры, и, конечно же, скамейки, на которых нельзя присесть, потому что они практически все разрушены. Ну, кроме того, вот такие там действительно, не знаю, вот, практически мусорная свалка, при этом автор видео, который нам прислал, удивляется, что там же рядом, вот сейчас попозже увидите, находятся учреждения на территории Дендрария, которые, по идее, должны заниматься охраной природы. Согласен с вами в ваших оценках, смотрите, в чем вот причина, как мы ее видим. Вот, по сути, нет специализированной организации сегодня в крае, которая бы отвечала за содержание краевых особо охраняемых природных территорий. Их количество увеличивается, увеличивается их статус, появляются природные парки, в том числе в Хабаровске, вот, питомник Лукашева. Но, вот, конкретно за Дендрарий, за его содержание, за состояние, отвечает учреждение подведомственное комитету лесного хозяйства, то есть непрофильное. Есть в составе Минприроды подведомственное учреждение, служба охраны животного мира, она отвечает за контроль за соблюдением режима. Вот, но эти люди предназначены для того, чтобы брагоньеров ловить, а не заниматься парком. И вот сейчас, по поручению губернатора, мы прорабатываем вопрос о создании такого специализированного учреждения, пока об организационно-правовой форме говорить рано, скорее всего, это будет оно, автономная некоммерческая организация, которая бы как раз занималась вот целенаправленно вопросом содержания ООПТ и привлекала городских особо охраняемых природных территорий, это Дендрарий, это Шуранова, это Лукашева, и привлекала бы деньги не только бюджетные, потому что бюджет, его возможности всегда ограничены, но и привлекала бы деньги из внебюджетных источников. Я вам скажу, что есть юридические лица, которые готовы, ну и из благих побуждений, жертвовать деньги на содержание ООПТ. То есть вот сейчас, по поручению губернатора, мы этот вопрос прорабатываем. Создание ООНО, которое целенаправленно будет заниматься особо охраняемыми природными территориями, в том числе в границах Хабаровска. Ну а пока решается вопрос, нельзя хотя бы там охрану, что ли, нормальную сделать? Ну как я понял, там же просто... Ну а кто будет платить за эту охрану? Зарплату же надо охранникам платить. Кто это будет платить? Ну, круглосуточную сделать нельзя. То есть периодически выезжает инспектора нашего подведомственного учреждения, смотрит за соблюдением режима. Периодически выезжает и выполняет работы учреждения подведомственного комитета лесного хозяйства. И субботник мы там проводим. Но, как показывает практика, этих мер недостаточно. И уверены, что вот вновь создаваемое учреждение все-таки справится с этой задачей. А возможно, тогда стоит там тоже статус поменять? Если вы собираетесь спасти оставшийся питомник Лукашева за счет перевода в природный парк, да? Этого не нужно, потому что сама площадь небольшая. Ну, иметь природный парк на такой незначительной площади, ну, это несколько вот теории противоречит. И там не предполагается реализация какой-то масштабной хозяйственной деятельности, пусть даже рекреационной. Ну, обновить лавочки, асфальт, может где-то там мусор убрать. Но для этого менять статус совершенно нет никакой необходимости. А вообще там осталось что-нибудь, что можно еще сохранять? Ну, потому что я, конечно, помню, что на самом деле в 70-е и 80-е там местные жители ходили, и помню, там бандентист процветал, но все равно там были какие-то действительно редкие... Да никуда они не делись, так же там и навалялись. Да, они и остались. И я вам скажу, что там и экскурсии проводят, и поступает предложение проводить экскурсии познавательной для школьников. То это же дендрарий, там собраны различные виды и деревьев, и потенциал рекреационный у этой территории все-таки велик. Тем более, учитывая, что вокруг развивается жилая застройка. Это очень важное и нужное место. А вам не кажется вообще продукт? С одной стороны, люди жалуются, ну, как правило, жители соседних микрорайонов, что вот привели в ужасное состояние. С другой стороны, если подумаешь, кто в это привел, ну, наверное, они же сами. Возможно, действительно стоит. Ну, когда соберут деньги, оградить эту территорию, чтобы туда не было свободного входа. Ты же главный противник заборов и шлагбаума. Ну, вот там, мне кажется, они нужны. Единственное место в городе, где нужны шлагбаумы. Ну, подожди, Слав, тогда зачем нужна эта территория? Мне кажется, она сейчас тема цена, то, что можно в любое время прийти и погулять, побегать там, я не знаю, с колясками очень много, мамочек с этого района там гуляет. Абсолютно согласен. И в эту территорию закрывать на ключ нет никакой необходимости. Чем больше туда людей придет, тем лучше. Тем более, если они увидят еще и какие-то таблички к деревьям, да, вот что это за дерево, чем оно интересно, чем ценно. В этом есть и познавательная функция, кроме рекреационной, то есть отдыха. А то, что сами же люди и привносят тот мусор, это так, но сами же люди его и убирают, и субботники приходят. И ведь просто жители откликаются, приходят и участвуют в субботнике, и убирают этот мусор. Ну, такова природа человека. А я уточню. Давайте еще раз видео посмотрим, снятое в Дендрарии. Там же не столько бытовой мусор, там какие-то строительные материалы, брошенные покрышки. А это уже какая-то хозяйственная деятельность. Ну, более того, мы вот совсем недавно, наши инспектора, буквально несколько дней назад рейд провели, и заметили, что там кучкой сложены пластиковые трубы. То есть понятно, что это не какой-то прохожий, там принес эту небольшую горку труб. Это какой-то хозяйствующий субъект. И рядом забор отодвинут. То есть кто-то с сопредельной организации складил эти трубы. Но это уже наша работа, привлечь к ответственности лицо и обязать его убрать за собой этот мусор. А не определили, кто это? Ну, пока, скажем так... Следствие продолжается. Да. Ну, рано говорить, пока вина в установленном порядке не доказана. Ну, я подумал, что возможно воспользоваться прямым эфиром, попросить помощи у людей. Я знаю, как это задевает хабаровчан, потому что многие гордились этим местом, да, и им больно видеть, во что это превращается. Возможно, они бы какое-то свое расследование устроили, присылали нам видеоролики, доказывающие, что вот такая-то организация. Знаете, вот сейчас у нас есть прекрасная возможность у всего Хабаровска вот переосмыслить, перезагрузить наши городские парки, в том числе имеющие статус особо охраняемых природных территорий, краевого значения, потому что губернатор мотивирован на эту деятельность, на вовлечение широкого круга общественности, и сейчас Минприроды края совместно и с городом, с другими министерствами разрабатывают вопрос, ну, вот совершенствования, что ли, перезагрузки городских парков с привлечениями федеральных средств в рамках проекта городской среды и краевого бюджета, и денег спонсоров, и мы призываем горожан активно в этом участвовать. А как? Мы будем проводить площадки, на которых будем общаться, слушать предложения, и, собственно, заинтересованы в том, чтобы такие конструктивные предложения в наш адрес поступали. Мы с помощью всех участников, всех жителей города отберем самое ценное, лучшее, и попытаемся его реализовать на наших городских территориях. Ну и самое главное, самим там не мусорить и снимать вот тех, кто, если увидите, что кто-то мусорит в дендрарии, в питомнике Лукашева, присылайте в рубрику «Глаз народа». Ну, безусловно, да. Если вы заметите автомобиль, то желательно сфотографировать его номер, если с какого-то автомобиля выбрасывают мусор, сфотографировать номер, прислать его нам, и мы уже в рамках своих полномочий попытаемся это лицо привлечь к административной ответственности. Практически началась уже рубрика «Глаз народа», но она будет после короткой рекламы. Напомню, что у нас в гостях был первый заместитель, простите, пожалуйста, первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Стрельников. Всем спасибо, что пришли.